Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, что заметил. Если бы мужчина действительно расстался с вами потому, что не хочет отношений, а действительно не хочет отношений. Имея в виду, не хочет отношений в каком контексте, то есть очень важно, чтобы вы этот момент сейчас постарались понять правильно. Молодой человек расстался с вами потому, что он чувствовал, что отношения для него это некая такая ответственность, которую он не хочет. Именно не желание нести ответственность за ваше отношение, именно не желание нести ответственность за то, что у вас может быть с ним, и ощутить, что вы, возможно, начинаете требовать от него хотеть чего-то большего, чего он вам дать естественно не в силах, не может или не хочет, он с вами расстался. Тем самым позволив себе взаимодействовать с вами исключительно так, как он того хочет. То есть на удобных для него именно условиях. И в этом контексте можно говорить о том, что мужчина поступил именно так, как удобно ему. Только ему и на самом деле никому больше. Хоть ему удобно, он так поступил, все. И в этом плане мужчина поступает эгоистично по отношению к вам, потому что не думает о вас. Думает только о себе. Но это, конечно, я думаю, совершенно очевидно. Другое дело, почему вы позволяете этому происходить, но это уже деталь. Это уже ваши, я полагаю, потребности здесь играют роль. Дальше. Что мужчина делает далее? Он, значит, получив то, что хотел, иными словами, добившись такой формы отношений, которое его бы полностью устраивало, он общается с вами так, как ему удобно, а при этом понимает, что без всякой ответственности, а после, наверное, просто ждет, когда вы скажете, что больше без него не можете, и примите его любые условия, которые вам скажут, либо быть с ним. Что, кстати говоря, сейчас и происходит. происходит. И в этой ситуации, в этой ситуации, вам желательно бы для себя, в первую очередь, оппонента. так. Ну а почему вы не переключитесь на кого-нибудь другого? Я имею в виду из мужчин. Ну вот, а есть же у вас другие мужчины на работе? или нет? Почему вы не приключитесь на них? Почему вы только с ним? Ну, он свиртует с вами. Делает там какие-то вещи еще. Хорошо. Но зачем вы на это реагируете? Почему вы на это реагируете? Что заставляет вас реагировать на него? А что начинает переключиться на другого человека, на другого мужчину? Тоже вот этот момент не очень понятен, исходя из того, что вы пишете. Дальше. Значит, он дает вам надежду. Пишете вы? Нет. Он действует так, как хочет ему. А надежду вы себе, не побоюсь этого слова, сам создаете тем, кто общается с ним. И это уже че-то ваша особенность, что вы интерпретируете так его поведение. Если бы мужчин хотел быть с вами, он бы с вами был совершенно определенным. То есть ему не нужно, ну не нужно ему было бы вести себя так, как он ведет себя. Я надеюсь, вы это понимаете. И по этому надежду вы создаете себе с вами. Далее у вас от него явная зависимость. А зависимость почти всегда упирается в первое неуверенность в себе, второе в потребность. Вот, давайте в этом направлении с вами и постараемся поработать. Если вы захотите, конечно. Давайте в этом направлении с вами и будем двигаться. И когда и если движение в этом направлении будет, то будет лучше понятно, как вам можно будет помочь и что вы можете в этой ситуации сделать. Потому что пока, пока вы просто-напросто ждете того, чего, может быть, и никогда не будет у вас. Сейчас вы просто-напросто, знаете как, вы сейчас просто-напросто тратите на него свое время. И если вы говорите, что вы встречались недолго, но уже успели в человека влюбиться, значит у вас есть определенная потребность. О том же, чтобы быть в отношении. И ваша потребность в отношении, судя по всему, это именно такая эгоцентрическая модель поведения. А вы, а человек, хотите получить то, что вам нужно. Это не есть хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok